С вами вновь крупный игровой портал Game Awards и мы рады приветствовать вас. Сегодня мы вам расскажем, какой на самом деле оказалась еще одна пародия на Диабло-убийцу, игра Виктор Вран. Что же такое Виктор Вран? Виктор Вран это сотый, чуть запоздавший клон легендарной серии Диабло. Единственное чем выделяется эта игра, так это своей немного подправленной экшен-арпиджи и оформлением в стиле а-ля Ван Хелсинг. Игроки возьмут на себя роль отважного охотника, который уничтожает разнообразную нечисть черных котов и ищет своего дружка в потерянном, давно забытом королевстве. Само же королевство уже давно переполнено чудовищами всех мастей. Собственно это и вся суть сюжета. Сам же Виктор и его приключения маловероятно игроков смогут порадовать чем-то большим, чем борьбой с покойными красавицами и подслушиваниями криков убиения одиноких девственниц. Принцессы, нечисть, проклятие, вымирающее человечество, все это уже давно обкатано вдоль и поперек. Причем еще не раз будет обкатано. Так что давайте перейдем к более интересным подробностям игры. Виктор Вранг представляет собой изометрический экшен-рпдж, который как указывалось ранее является диаблоклоном. Как обычно, игроки должны снимать шмотки с покойников, рубать и резать, а потом снова рубать и снова резать. И в общем-то это и все. Никаких тебе тут загадок, чтобы мозги не атрофировались, никаких головоломок, чтобы бездумно не кликать по мышке в миллионный раз. И это не говоря о том, что в игре нет никаких глубоких диалогов и заклинаний. Долгожданный Виктор Вранг, можно сказать, держится на трех легендарных игровых китах. Первый – это динамика, второй – постоянный фарм и третий – адреналин. Наверное, это уже всем знакомо, верно? Но важное отличие игры заключается в том, что разработчики на полную стараются раскрутить легендарную механику «Хак энд слэш», причем которую, не мягко сказать, скоммуниздили у компании Blizzard, которую они внедрили в Diablo 3. Конечно, разработчики покопались и добавили парочку своих идей во всю кашу, поэтому супец вышел отменный. Я прекрасно понимаю, что сравнивать игру с Diablo 3 будет мало полезно, потому что игру по понятным причинам до сих пор не взломали. Хотя и маловероятно, что взломают в дальнейшем. Но все же, игру имеет смысл сравнивать лишь с родоначальником жанра. Когда садишься играть в Виктор Вран, начинаешь думать, что сейчас передо мной откроется куча классов, каждый из которых имеет кучу своих уникальных умений и многофункциональных возможностей. Но не тут-то было, игра является бесклассовой, так что все начинают бегать в качестве одного единственного Виктора Врана. Причем в онлайне тоже одни Витьки бегают. В дальнейшем вы просто подбираете для себя более подходящую экипировку и оружие для себя. В общем, никаких навыков для изучения нет, поэтому и никаких веток умений тоже. В игре все упирается в снаряжение, и от него и будут зависеть все ваши приемчики. Класс может определить лишь ваш костюм. Так что напяли в какое-нибудь платье семиклассницы, опля, вы маг. Основа ролевой системы, если ее так можно нежно обозвать, состоит из карт из строгого упора в оружие. Убивая врагов, вам будут падать карты, которые позволяют вам получать разнообразные, греющие душу бонусы. Причем все это подкрепляется еще тем, что вы на себя можете натянуть и другую амуницию, и непонятные толком демонические силы. Засунув карты в носки, вы получаете одни бонусы. Засунув карты в трусы, вы получите другие бонусы. Комбинируя оружие, карты, броню, демонические силы, вы делаете своего видео таким, каким хотите видеть. Это может быть грозный мужик с косой и дробовиком, который бьет всех своим критическими ударами и держащий огромное количество прямых атак по себе. Стоит похвалить игру, ведь система настолько гибкая, что вам ничего не мешает за 5 минут перестроить своего героя. К примеру, воина или стрелка. Мне кажется, это единственная деталь, которую разработчики принесли в игру лично и не свистнули у конкурентов. А вообще, как говорится, на чужой корешок не раздевай роток. Как по мне, так механика с картами выглядит не так уж и плохо, поэтому руки у разработчиков растут не из задницы. Постоянно собирать колоды, после чего комбинировать их в проценты и приятные бонусы, это действительно круто. Особенно, когда ты зарубал всесястую вампиршу, и с нее выпало уникальное оружие. С очень приятными параметрами, которые увеличиваются от собранных карт. Жаль лишь, что самих карт не так уж и много. На парочку условных классов максимальное количество карт 50. При этом, часть из них является просто бесполезными. Игра является нереально динамической, поэтому уследить за своим уровнем защиты или скорость регенерации хп у вас маловероятно выйдет. Собственно, это еще одна отличная причина сравнивать игру с Диабло 3. В любом случае, необходимо постоянно уклоняться, чтобы не получать по голове. И это подтверждается даже тем, что в самом начале игры на выбор дают два вида управления. Первый – обычная тыкалка курсором, а второй – клавиши WASD. В бою придется раз за разом сталкиваться не с обычными врагами, которые, как правило, давят количеством своих кровных родственников, а с особыми чудищами, имеющие при себе уникальные навыки и умения, причем постоянно генерируемые случайным образом. И невозможно не заметить, как даже эта деталь была нагло сворована из Диабло 3. В полусражении также можно оглянуться и заметить тень третьей Диаблы. Игроков постоянно заставляют бегать, как собаку по полю, постоянно уклоняться от массовых заклинаний, скорее убегать от критических ударов, которые сразу бивают всю серую жидкость в вашей голове. Даже несмотря на то количество честно наворованного, игра обгоняет в плане динамики даже прародителя жанра Диабло. Конечно, обидно, что все буквально содрано, но сказать, что эта каша не работает, язык ни у кого не может повернуться. Механика боя очень приятная и присутствует в ней адреналинчик. Впрочем, так и нужно. Можно сказать, что Виктор Вран – это отличный тест на то, понравится ли вам третья Диабло или же нет. В плане одежки и шматья игра разнообразием не блещет. Главный герой охотится на чудовищ, ищет друга и нормальный портфель себе купить не смог. Какая-то карточная хероборина. Ячейки для костюмчика, две ячейки для оружия и все. Даже популярной сетки не имеется. Для меня это полное безобразие. Наверное, еще бы немного и игра бы скатилась в такой же кусок навоза, вроде Сакры 3. Ведь уши только и спасает оружие, карты да демонические силы. Вот ствол – это то, ради чего вы пришли в зону. Ну, то есть, в это забытое королевство. Ствол – это то, ради чего вы будете задирать под нос уровень сложности и формить, формить и еще десяток раз формить. Оружие – это ваша профессия и даже стиль боя, который может быть дополнен карточными наборами. Как и полагается, все оружие разделено не только на уровни, но еще и на уровни редкости. Конечно, своим скудным запасом вооружения игра не может выделиться, не говоря уже о сравнении. Но все же, кое-что интересное есть. Единственное, что хромает в этом плане, так это баланс. Нашли какую-нибудь царь-пушку? Считайте, что ближайшие уровни 10 вы уже взяли. Локация, по которым Виктор будет делиться, напоминает о простых и самых масштабных уровнях в Диабло 3. На них вы будете собирать золотишко и выбивать шмотки. Кроме этого, в игре не обошлось без разнообразных секретов, спрятанных тайников, торговцев и прочего. Огромные города поменяли на логово в замке, где у вас будет бездонный сундучок, куда можно будет кинуть вонючие носки и они будут постираны. Ну а на самом деле вы сможете слаживать туда все свои ненужные предметы и вещи. Также имеется и некий трансмутатор, который является аналогом кузницы. Со временем будет появляться разнообразные рецепты, но крафт настолько убогий, что можно вполне обойтись и без него. И кстати, это не такая линейная шляпа вроде Сакры 3, так что не все так плохо. Графоню тоже подвезли в игру, но как говорится, немного, чтобы не разбаловать. А короче говоря, игра оказалась слишком мультяшной. С объемами изображений и цветами разработчики тоже налажали. Игра полностью лишена готического стиля и какой-то мрачности. А говоря обычным языком, убитая и убогая атмосфера. Диалоги отвратительные, напоминают какую-то браузерную игру. Что сказать, воняет дешевкой. Сидевая часть игры имеет два режима, как и положено. Первый это кооперативный, второй это чистый мордобой между игроками. Кооперативная часть идеальна. Игра в этом режиме проходит просто на ура. ПВП скучная, мордобои обычные. Никаких рейтингов, клановых войн, славы и прочего. В итоге, Виктор Вран сможет понравиться точно не каждому. Вялая и банальная сюжетная составляющая совсем не может зацепить. От диалогов и перехода из локации в локацию хочется поскорей свалить. Скучно очень. Никакой готической атмосферы, никакого сурового Виктора. Дешевая и детская графика заставляет вообще удалить игру. Да, все сделано как-то не в готическом стиле. Виктор вместе со своим детским походом на фоне остальных игр смотрится как мультик. Конечно, есть и положительные моменты. Вроде активной боевки, карт. Но это сильно удержать в игре не может. И тем более покрыть хоть какие-то минусы игры. На этом все. Всем удачной охоты на нечисть. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Подписывайтесь на наш канал. Пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. И до скорых-скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!